И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и сегодня я записываю новый видеоролик. Сегодня хотелось бы рассказать про одну тему, поиграть на ней и рассказать вообще о том скрытом обновлении, которое у нас произошло в игре буквально где-то около месяца, может быть меньше назад, и о котором никто ничего не рассказывает, нигде я не видел по этому поводу вообще никакой информации. Возможно есть какая-то определенная информация у вас и возможно ее где-то оповещали, но я ее как-то пропустил из виду, то вы можете написать по этому поводу в комментариях и сегодня мы, конечно же, разберем Джаггернаута. Я давно подводил уже к этой теме видеоролик, но никак не доходили руки, что-то было более важное, какие-то интересные обновления у нас выходили, какие-то интересные видеоролики другие включались, и никак я не мог дойти до этого Джаггернаута, но вот сейчас у нас в игре 23 февраля, к слову всех защитников с праздником могу тоже поздравить. И наконец-таки есть вот такой вот режимчик к этому всему раскладику, и я думаю, что самое время записать видеоролик про Джаггернаут, рассказать вам немножко больше про данное вооружение, рассказать, что вообще с ним произошло, произошел нерв Джаггернаута, в очередной раз его занерфили, если сравнивать его с изначальным, который выходил, если не ошибаюсь, около полутора, может даже двух лет назад, сам этот режим, какой он был изначально, то если сравнивать его с сегодняшним днем, какой он имеется у нас прямо сейчас, то это просто небо и земля, это огромнейшая, просто нереально огромнейшая разница, и давайте я попробую сейчас свестись там в контейнер, кто-то хочет забрать, нереальнейшая огромная разница, сейчас у нас имеется того Джаггернаута с этим Джаггернаутом, а гол-то лежит, подождите, 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 я даже там с двух выстрелов человечка на гибатора слил, а, забрали или нет, или не забрали, лежит, а, да, лежит мой контейнер, неплохо, неплохой видеоролик, я считаю, да, у нас сейчас голды повышены, поэтому вот такие моменты бывают, попадаются, в общем, к чему я веду, друзья, у нас произошел нерв Джаггернаута со сводкой его, да, с тем, как он работает в плане получения нового дополнительного овердрайва, чтобы восполнить себе полное количество здоровья, если раньше, например, в изначальном варианте вам нужно было всего лишь, всего лишь сделать пару-тройку киллов и уже забрать Джаггернаута, а, ну это еще крит ошибка, это вообще кайф, то сейчас, сейчас вам потребуется на получение дополнительного овердрайва на Джаггернауте более 30 секунд, то есть вы чувствуете разницу, да, 2 килла это, ну, где-то секунд, может, 10, да, либо 30 секунд, при этом в всем раскладе занерфлен урон изначального выстрела, то есть простого выстрела, который вы просто стреляете, и также сейчас уже совсем недавно произошел скрытый нерв, потому что я, как сказал уже в начале видеоролика, нигде по этому поводу информации не видел, произошел скрытый нерв Джаггера в плане сводки, сейчас со сводки вы, если, например, в командном режиме будете убивать другого вражеского Джаггернаута, снимите ему около половины ХП, то есть это, грубо говоря, 8 тысяч ХП со сводки, может, даже и меньше. Раньше же эта сводка наносила порядка 12, может быть, тире 14 тысяч урона, потому что там получалась фулл сводка по ХП Джаггернауту, и плюс еще полтора выстрела, если я не ошибаюсь, то есть в районе где-то 13 тысяч сводка наносила. Сейчас же это где-то около полу ХП, даже может быть и меньше. С чем связан вообще нерв этой сводки? Я, честно говоря, вообще не понимаю. Во-первых, Джаггернаут сейчас уже, ну, никак не нагибает. В таких режимах сказать, что он, типа, имбует, и за счет него можно нереально много киллов дополнительно набить, я тоже так не могу. То есть нерфится самая главная часть вооружения в режиме, где, по сути, этот Джаггернаут, ну, должен как-то жестко отличаться от других танков, чтобы ты хотел его постоянно забирать, чтобы ты ехал, потел за него, боролся, да? А сейчас же что у нас получается? Ты можешь взять Хоря-Жигу, да? В командном Джаггернауте. И на ней наносить намного больше дамага, чем вы будете наносить этот дамаг с Джаггернаут. И, как по мне, это вообще полный провал. То есть я беру Хоря-Жигу, я беру защитника и нагибаю на вообще на таких легких щах этого Джаггера, что он, например, при фулл ХП мне не может ничего сделать, и я его могу забрать с Хорька. То есть я не говорю сейчас про Витинга, да, который может так же играть на защитнике, про Титан, про Мамонт. То есть Мамонта вообще сейчас со сводкой ты никак не убьешь на Джаггере. То есть вот представьте, да, у тебя есть уникальный танк, и ты с фулл сводки не сможешь снять обычный танк. Например, это будет Мамонт, например, это будет Титан. Я считаю, что это ненормально. То есть если вы создаете режим, создаете уникальность этого режима, то твой танк уникальный должен жестко превосходить другие танки. А сейчас получается так, как будто ты просто вот имеешься Джаггернаут, да, а плюсов у тебя по факту никакого нету. То есть если, например, ты там мог быть раньше в 2-3 раза сильнее, то сейчас ты, грубо говоря, в 1,5 раза сильнее простого обычного танка. И то, и то, с этим я бы поспорил. Потому что мне так кажется порою, что я лучше вот, как я сказал, на хури-жиге поиграю, нежели я буду играть на Джаггере. Да, возможно, в ДМ-режиме сейчас за счет большой карты Джаггер имеет смысл быть, потому что еще большое количество игроков ездит за голдами. То есть вы стоите на какой-то определенной позиции, там можете понаносить урон, и вам дадут немножко пожить. Но если вы будете акцентировать внимание на командный Джаггернаут, который мы сейчас, к слову, через полторы минуты зайдем, где я вам тоже хочу показать одну каточку, показать, ну, кто не играет в Джаггернауте, как это все вообще происходит, и насколько колоссально вообще разница между простым обычным Джаггером и тупо танком, да, то есть, ну, превосходства особо нет никакого. И для чего это делается, я абсолютно не понимаю. Зачем было нерфить эту сводку? Он и так не нагибал, так вы нерфите еще сводку, и получается так, что, ну, этот Джаггер уже, по сути, и не нужен. Режим можно, ну, потихо и уже выкидывать, наверное-таки, можно так сказать. Я не понимаю, с чем это связано. Скажите вообще, напишите в комментариях свое мнение по этому поводу, к слову, падает. У нас контейнера у меня не было там. Овердрайва был бы овер, был бы защитник, возможно, смог бы побороться за еще один контейнер в этой катке. Ну, а так катка подходит к концу, я 23 пила набил, просто разговариваю. Сегодня больше такой обзор и разговорный видос. Но сейчас в Джаггере я попытаюсь еще в командном чуть-чуть покидать, посмотреть вообще, как это будет работать. Но я, честно, недоволен. Честно, недоволен тем, что происходит с тем вооружением, которое вообще, когда вышло изначально, когда вышел этот режим, он подавал огромнейшие надежды. И настолько кайфово было заходить в катки и бороться за этот Джаггернаут и пытаться именно на нем играть, показывать лучшее и нагибать. Сейчас вон даже в специальном режиме я не вижу особо большого количества игроков, которые берут и едут тупо на Джаггера, чтобы его забрать и чтобы за счет этого понабивать дополнительные киллы. Потому что, ну, ты там на чуть-чуть больше сможешь набить. Вот сейчас мы заходим в катку, 7-минутный бой. Я хор на Тажига, я вижу Джаггернаут. И сейчас давайте попробуем максимально быстро слить вражеского Джаггера. И посмотрите вы сами, насколько быстро все это можно сделать. И насколько маленькая разница вообще между тем моим простым вооружением и самим Джаггернаутом. Ну, вот сейчас смока немножко помогла, я бы успел бы прожать аптечку, там бы у Джаггера уже бы 0 хп осталось. Ну, его и так сейчас быстро довольно-таки разобьют, я думаю. Уникальность пропадает. Если говорить вкратце, уникальность пропадает. И я не знаю, честно, для чего это делается. Для чего делаются такие обновления, то, что ты можешь вот так заезжать Джаггера, да, и, ну, просто, вот просто его соска лечит. Я его просто сливаю. Фулл баллон джиги сливает Джаггернаут. При этом у него овердрайв копится очень медленно. Сводку занерфили. Ну, хорошо, хоть простой у вас выстрел, там, выдает 2 700. Это баншот любого легкого танка, который находится без ДАшки. Плюс ко всему этому вы наносите почти фулл хп по среднему танку. И то урон по этому среднему танку не снимает, не ваншотит противника, да, если он на фулл качку имеется, то у вас тоже уже будет своего рода проблема. Вы не сможете Джаггернаутом заваншотить и избавиться, например, от одного противника, который будет вас дамажить. Но сейчас, ну, уже 3-1. Уже 3-1. Я до сих пор живу. Четвертый Джаггер уходит на рез. И если вы мне скажете, то, что это просто в этой катке попались такие вот нубы, которые сливаются, которые не могут играть долго на Джаггернауте, я вам скажу, что так происходит абсолютно в каждой катке. Абсолютно в каждой катке Джаггернаут страдает. То самое уникальное вооружение, которое должно долго жить, на котором даже если ты там умеешь скиллово играть, будешь бегать от противника, ты все равно будешь погибать. Я вам даже не говорю о том, что можно взять бустера, да. Вы помните, что было раньше, когда ты берешь, например, бустера, берешь там того же страйкера и сливаешь его там за два выстрела. Я даже не говорю сейчас об этом, потому что уже даже без этого можно спокойнейшим образом выносить этот самый уникальный танк. Четыре с половиной минуты до конца нам остается всего лишь три Джаггернаута. Что касаемо накопления овердрайва, то сейчас, если я не ошибаюсь, и по той информации, которая у меня имеется на данный период времени, ваш овердрайв не зависит от того, сколько килов вы бьете. Он зависит исключительно от времени и, если я не ошибаюсь, около 30-40 секунд вам потребуется, дабы вы получили на Джаггернауте овердрайв. Это очень большое время. Прям максимально большое время. За это время вас может приехать, наверное, танка 3-4, просто поймать, а что говорить вообще о таких маленьких картах? Ты здесь вообще ничего не сможешь сделать. Ты будешь стоять вот на какой-то определенной позиции, отреспившись только-только, да, ты будешь ждать свой овер, а тебя будет все равно нагибать. Ты будешь страдать. И я считаю, что какой смысл вообще от этого режима? Какой смысл от уникального танка, если у него уже нет уникальности? Я давно хотел на этом акцентировать внимание, просто вот как-то не доходили, может быть, сказать, можно сказать, руки. Я считаю, что это полный бред. Если в свое время, когда выходит новый, интересный режим, и там изначальный вариант Джаггернаута становится тем самым танком, который может раздамажить все, за которые любой игрок борется, то есть, изначально в ДМ-режимах у нас, когда все это дело было, и каждый хочет получить Джаггера, то сейчас по сути он тебе в командных Джаггернаутах вообще не нужен. А что касаемо ДМ-Джаггера, ну, в полтора раза буст, ну, тоже я бы не сказал, что это совсем такой крутой ап, и за счет которого вы можете там набить колоссально большое количество килов. Вот такой вот видеоролик, у нас сегодня, друзья, получился. Я хотел бы узнать у вас ваше вообще мнение по этому поводу, узнать, что вы думаете по поводу Джаггернаута, потому что для меня, наверное, это какая-то больная тема. Я не могу нормально уже смотреть на данный режим, не могу смотреть, нормально вообще обсуждать Джаггернаута и говорить о том, что это такой какой-то крутой танк, уникальный там, который нагибает. Это обычный танк, который уже можно сравнивать с любым тяжелым танком. Ну, а что касаемо его нагиба, то любой хорек, защитник может его нагибать спокойнейшим образом. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если вам понравился, не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал. Подобного рода видеоролики не будут выходить часто в плане разговорного какого-то момента, но сегодня я решил посвятить этому отдельный видеоролик и узнать вообще ваше мнение по этому поводу, что вы вообще думаете. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok